Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы будем ремонтировать микроволновую печь, которая не греет. Итак, начнем. Микроволновая печь фирмы Medion. Данная проблема характерна для всех микроволновых печей, поэтому порядок ремонта в них одинаков. Для проверки микроволновой печи необходимо взять стакан воды и поставить его в печь на одну минуту. Данная печь с грилем и поэтому нижний поддон выполнен из металла. Ставим сюда стакан воды и проверяем как он работает. Одну минуту и ждем. Вот прошла одна минута. Можно посмотреть какая вода. Вода на ощупь холодная, значит микроволновая печь не работает. Необходимо разобраться в чем проблема. Для начала необходимо отключить питание и снять кожух с микроволновки. Откручиваем задние болты. Здесь их 4 штуки. Теперь необходимо открутить один шуруп сбоку. После этого можно снять кожух. После снятия крышки необходимо проверить главный предохранитель на предмет сгорания. Для этого нам понадобится тестер. Устанавливаем его на проверку сопротивления. Подносим один щуп к одному выводу и второй ко второму. Никакой реакции нет. Следовательно, необходимо проверить предохранитель на предмет его целостности. Отсоединяем предохранитель с проводами с двух сторон. И после этого можно его достать. Он находится на таком фиксаторе. Он легко отщелкивается от корпуса. И вот сам предохранитель. Теперь необходимо разобрать и посмотреть, что же внутри. Снимаем фиксатор. Отщелкиваем защелки предохранителя. И видим, здесь внутри есть вот такая колба. Внутри которой находится проволока и она перегорела. Теперь необходимо узнать номинал этого предохранителя и купить новый. Ручок ставить не рекомендуется. Вынимаем предохранитель из фиксаторов. И здесь написано 5КУ 0,8 Ампер. Теперь нужно купить новый предохранитель или же, если вы умеете, сремонтировать этот. Для этого предохранителя необходима проволочка диаметром 0,05 миллиметров в соответствии с таблицей в интернете. Для того, чтобы измерить диаметр, необходимо взять штангенциркуль, медную проволочку подходящего диаметра и линейку, или же обычный металлический шпатель. Итак, начнем. Берем многожильную проволочку и распускаем с нее одну жилу. Длиной примерно 20 сантиметров нам вполне хватит. Берем гвоздик и наматываем примерно 10-20 витков плотно один к одному. После этого берем штангенциркуль и замеряем расстояние от края до края витков. Делим на количество витков и определяем диаметр проволоки. Здесь у меня примерно 1 миллиметр. Значит проволока как раз 0,05. После этого берем свердышко диаметром 1 миллиметр и высверливаем в предохранителе два отверстия с одной и с другой стороны. Два отверстия готовы. Берем предохранитель и обезжириваем ортофосфорной кислотой торцы. Продеваем в предохранитель медную проволоку, загибаем края и начинаем подпаивать. Волова берем побольше, чтобы запаять все отверстия. Лишнюю проволоку отрезаем. И вот предохранитель самодельный уже готов. Воссоединяем к нему выводы проводов. И помещаем весь предохранитель в кожух. Защелкиваем и можно вставить его в цепь. Не забываем зафиксировать его на своем месте. Теперь можно испытывать. Ставим стакан воды в микроволновку и включаем 30 секунд. Теперь достаем стакан с водой и видим, что он горячий. Даже пошел пар. Значит, микроволновка рабочая. После этого, раз мы разобрали микроволновку, ее можно почистить. Для этого используем компрессор или обычный бытовой пылесос. И прикручиваем на место защитную крышку. На этом ремонт микроволновой печи закончен. И мне повезло, я делался только заменой предохранителя. Причиной сгорания микроволновки стали, скорее всего, запуск микроволновки без продуктов. Или же, если поставлена блестящая посуда, ложки или вилки. Конечно, дальнейшем необходимо заменить на родной предохранитель с пружинками, потому что он наиболее эффективен для защиты микроволновки. Вы посмотрели видео о том, как своими руками отремонтировать микроволновую печь, если она неожиданно перестала греть. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.